Продолжение следует... Нет, спасибо. Бегайте. Мазокин пришел в здание суда. Чего хмуляешься? Как я думаешь, тебя выглядит? Уважаемые подписчики, подписывайтесь на канал Антона Львовича, ставили лайки. Давайте вас пропиарим, Мазокин. Уважаемый суд, смотрите, что происходит. Вас не смущает, как ведете себя? Сейчас отвечу. Так все, пусть он сидит, ведь он прыгает прямо сюда. Уважаемый суд, извините, пожалуйста, я вас слушатель. Он стоит рядом со мной задом, тут плохо пахнет. Как-то, может быть, что-то встало? Да, можно. Смотрите, вот он... Смотрите, что делает. Смотрите, что делает. Судово делается в первых минут за пять. Хорошо. Уходите, вызывайте слово. У вас ситуация и время не меняет. Оно вас еще больше калечит. Такой позор. Как тебя держат в полиции, Мазокин? Глядят все такие. Ты деформирован настолько, что ты не можешь себя по-человечески вести, Мазокин. Ты уже пропитан, мне кажется, вот такой ненавистью, злостью и гадостью насквозь. Сейчас кукушку перемегет, Мазокин. Застанешь ствол, будешь стрелять. Полицию Мазокин вызвал. Далеко не уходи, место преступления. Максим, наберись. Маберись туда. Мазокин, оставайся на месте. В общем, смотрите, ямы, перелома здесь нет. Идет ушиб. Но так как место общественное, мы обязаны предложить госпитализацию до трампункта. Здравствуйте. Здравствуйте. Кто сообщение делал? Я. Следователь отдела полиции, лейтенант полиции Романов. Сотрудник ДПС Мазокин скрылся с места преступления. Ну, вы знаете, что был следственный комитет заниматься данным материалом? Конечно. Заявление на Мазокина по факту причинения физической боли поступило в следственный отдел по Ленинскому району города Перми. Следователь Неболсин вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Обращаем внимание на объяснение Мазокина. Он, оказывается, осуществляет защиту прав и интересов участников дорожного движения, прибыл по заявлению Бакшаева, просил его не снимать, попятился назад. Запнулся об стул, потерял равновесие, привлекал Бакшаева к административной ответственности и, конечно же, по ноге не пинал, умысла в причинении физической боли не было. Мазокин наглядывается, видит сидящего человека и умышленно наносит один сильный удар пяткой, слышен характерный звук. Руководителем следственного отдела постановление было отменено. Следователь Неболсин не удивил, особо не напрягаясь перепечатал и вынес постановление, практически идентичное предыдущему. На постановление Неболсина подана жалоба в Ленинский районный суд города Перми. Данная жалоба рассматривается по председателям судов Игорь Штепс, при судебном состоянии Думы с частями прокурора Пятиумы. У участников процесса имеется право заявлять отходы к составу судов. Илья Игоревич, у вас имеется отходы к составу судов? Да, уже изначально, конечно, у меня было желание вам от отзывовить, потому что несколько лет назад вы рассматривали первое дело в отношении Астанина, который грубо выражался сенсорной бранью, в общественном месте оскорблял людей. Но при просмотре видеозаписи, которая была зафиксирована видеозапись, при просмотре видеозаписи вы приняли решение, что оказывается это не является правонарушением. Кто такой? А? Кто такой? Как вас зовут? Чего вы с камерой стоите? Вы что с камерой? Вас как зовут? Прошу. Как вас зовут? Вы приезжали? Через. Что? Дурки. Я должен быть в первом. Что? Дед чай по территории. Что? Вы говорите. Да дед. Вы, блядь, 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 блядь. Быстро иди туда. Ну ты и дед был по территории. И это hoped. Ма там не ругайте. Тебе, мацанolar в аренду что ли, о Fear ты с felizев? Баките, Ордуард. Иван Дг daherпись, DIRECTORT Medica Мой Козелова. Ван Depois. Разве документы предоставьте как него. А потом будешь. Я буду говорить, что хочу. Понял? А представ является вино Днина. Хочу. Мама. Вамides на Мина CN.... Чего ты трясешься ? Я не всё сказал. Иди отсюда. Сейчас пойдёт, минаре. Иди отсюда. Сейчас пойдёшь. Ай, ты у furtherащена. Уже машина. А вы что снимаете? Нет, нельзя, я не разрешаю. Это частная территория. Что вы делаете? Честная территория. Не разрешаете дальше? Вы мне не пекасы, где поход? А, да, это моя частная территория. Петуха, видимо, все нормально. Если ты видёк, ты выставляешь? Так, твой подано заявление. Подавайте. Подаю. Ты думаешь, один умный? Ты со мной тут идти по воеванию? В очередь ставьте. Ну, воеваешь, как со мной? Полицейский, а я не знаю. Зачем ты меня вкладёшь? Грязность. Там, между ними, выражался при мне. Мой адрес, институт на Брани. А я же мне пишу, что он по наркотическому поведению. Мы, да, за ним. Но, визитель ГМД, проверьте его на наркотическом связи. По зрачкам у него наркоман. Надо не расправиться. Мы просим, чтобы вы как-то оградили нас от неадекватного поведения данного человека. Я хочу, чтобы меня оградили от вашего поведения здесь, с моей территории. У меня не знаю, что я не знаю. Мне это не знаю, что это было. Но, когда мы предположим, это было. Я не знаю. Открытые, я знаю. Продолжение следует... Продолжение следует... Судью не считаете, считаете, что вы делаете все с точки зрения закона правильно и справедливо, поэтому отводов у меня нет. Судью не считаете, что вы делаете все с точки зрения закона правильно и справедливости. Возвращаю по нескольким основаниям. Первое. При ознакомлении с материалами дела, я обнаружил, выявил, что они неполные, так как в материалах дела должно еще быть. Видеозапись, которая была мной приобщена при опросе следователя не был сильным, ее материала дела нет. Дальше. Ну и, соответственно, и следователя самого тоже нет. То есть, тоже к нему есть вопросы, хотелось бы их задать. Ну и Мазохина, само собой, считаю, что является ключевым участником производства по данному делу и считаю, что у меня тоже, как у лица, под подавшего жалобу и есть право задать данному инспектору вопрос в рамках рассмотрения моей жалобы. Уважаемые, извините, пожалуйста. Хорошо, переходим по существу. Нет материала дела, видеозаписи. Мы еще не исследовали материалы дела на данной стадии. Вот после того, как мы исследуем материалы дела, хорошо. Хорошо. Выслушаем дополнительные. Хорошо. Хорошо. Продолжение следует... 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 На основании человек просит обязать данные постановления незаконно. Илья Евгеньевич, слушаю вас. Что жалоба? Уважаемый суд, я только могу подтвердить возможную мою жалобу. В 2007-2007-2004 год я находился в Северловском районе суде, на Тополе переулок. Восемь сотрудник ДПС Мазокин, это все подтверждается видеозаписью, которая, еще раз, точнее, обращая внимание, отсутствует в материалах дела. Мазокин находился, я в качестве службы находился при всем заседаниям, Мазокин в качестве ответчика. Находился он ко мне вплотную, стоял ко мне спиной, обернулся, убедился, где я нахожусь, как я сидел на стуле. После этого нанес, на мой взгляд, умышленно, ну, как бы следует весьма и даже видеозаписи, умышленно нанес удар правой ногой, пяткой в область моей левой ноги. После этого еще раз он несколько ударов нанес, но они были такие слабые, то есть от них я боли, можно сказать, уже не испытывал. После этого я вовтился в суду, обратил на это внимание, суд оберил перерыв, и была вызвана скорая помощь. Скорая помощь зафиксировала ушиб, ну, когда стопа левой ноги. Показания, которые дал Мазокин, они лживые, это полностью, его показания опровергаются, а именно видеозаписью, которая есть в материалах делом, где он якобы указывает, что начал я его отпихивать, таких действий с моей стороны не было. Так, я просто находился за ним, сидящим на стуле. Дальше он попятился назад и запнулся об стул, на котором я сидел. Такие действия тоже не было, никакой стул не запинался. Повторюсь, он умышленно, то есть человек стоит, оборачивается через левое плечо, смотрит, где я нахожусь, и после этого с силой правой ногой носит туда. Это тоже, очевидно, следует из видеозаписи и из характерного звука. Следователь Небулсин, исходя из его постановления, как и у каждого моего жалоба, принял только сторону Мазокина, в котором он, повторюсь, говорит, что якобы он запнулся об стул, но хотя не буду повторяться, то есть это было не так. Мои доводы и доводы свидетеля Путина, который давал показания, проигнорированы, видеозапись проигнорирована, в связи с чем считаю, что данное постановление было вынесено незаконно. Обращаю внимание, что Небулсин вынес два постановления. Начальному вынес постановление 6 июня 2024 года, которое было отменено, мы считаем, должностным лицом. После этого был повторно опрошен я, была опрошена видеозапись, был опрошен Путин, и вот он вынес постановление, которое мы сейчас обжалуем от 19 сентября 2024 года. Обращаю внимание, уважаемый сон, что эти постановления, материал дела я не видел, 6 июня, эти постановления практически идентичны. То есть, несмотря на то, что были даны показания свидетеля, была приобщена видеозапись, никакой оценки им не дано. Он просто перепечатал, особо не напрягаясь, перепечатал свое текст предыдущего постановления, от 6 июня, и внес они данные в постановление от 19 сентября. Что свидетельствует о том, что проверка была проведена неэффективной, всесторонне, не следовали все обстоятельства моего обращения, мои жалобы на действия сотрудника полиции с вещем. Считаю, что данное постановление, данное постановление подлежит отмене. Еще обращаю внимание, что у материала дела нет экспертизы, я проходил СМЭ, нет заключения медиков, которые прибыли на место, зафиксировали ушиб. Считаю, что данные сведения тоже необходимо запросить, и попросить к материалам дела, как непосредственное обстоятельство моей жалобы. Потому что в противном случае, возможно, и может я и вообще был, уважаемый суд, может быть, не было никакого удара, может, никакие медики не приезжали, никакого ушиба не было. Поэтому хотят их, я же знаю, что это все было, и все это зафиксировано. Тем не менее, этих сведений, материалов дела нет. Поэтому я считаю, что необходимо в целях, опять же, всестороннего рассмотрения дела, запросить и данные, материалы медицинские, и приобщить их к материалам дела. У меня все. Следователь, доводы мои, доводы свидетеля, видеозапись не оценил должным образом. Что значит полная всесторонняя проверка? Это когда все доводы должны, и в данном случае должна оценка. В данном постановлении оценки довода не дано. Суть постановления словится к тому, что, повторюсь, только исходя из показаний инспектора Мазокин, что он не наносил удар, что он заткнулся об стол. То есть Мазокин умышленно ввел в заблуждение следователя, но следователь с радостью поддался на данное объяснение и вынес такое постановление. Как можно данное постановление председать законным и обоснованным, если доводом заявителя, доводом свидетеля, видеозаписи и оценки не курина. Да, он припринял формально все действия по рассмотрению данного обращения. Вызвал, опросил, приобщил. Но это чисто формальные действия были. Продолжение следует... Я считаю, что мы в очередной раз были нарушены, потому что перед судебным заседанием я просил ознакомиться с материалами дела. Меня с материалом дела ознакомили, но я так понимаю, что ознакомили с одной десятой этого материала дела, потому что там не было, как я говорил, видеозаписи, о чем я изначально сказал. Не было этих запросов, ходатайства проведения экспертизы и иных. Не было компакт-диска. Почему меня с материалом дела по мобилю не ознакомили при моем ходатайстве? Это первое. Обращаю внимание, что, честно говоря, мне нужно познакомиться с материалом дела, потому что иначе я в своих правах ущемлен в этой части. Возможно, у меня какие-то еще и доводы появятся по материалам дела. Также в части оглашенных материалов есть, руководитель отменил постановление 6 июля 24 года, указал оценить, в частности, я его записал, оценить видеозапись, опросить зрителей, оценить видеозапись. Понятно, что все ли были опрошены, Путин. Запись была оценена и в связи с этим Неболсин указывает, в частности, что анализируя вышеизложенное, это имеется в виду видеозапись и показания свидетелей, о чем я и говорил. Он говорит, что Неболсин так, что Мазлокин прятался назад, запнулся стул, на котором сидел Бакшаев, и потерял равновесие. Как Неболсин мог сделать вывод из данной видеозаписи, когда видеозапись полностью опровергает, никакой стул Мазлокин не запинался, равновесие не терял, умышленно нанес удар ногой. Ну и к тому же, дальше Мазлокин указывает, что в своих служебных обязанностях включение Бакшаева к отместиванию ответственности на нарушение ПДД по части 1.19 и какое-то вообще отношение имеет к данному делу про нарушение ПДД по части 1.19 и из постановления Неболсина я не понимаю, зачем это вообще было внесено. То есть, как я и говорил раньше, что Неболсин сделал вывод об отсутствии преступления со стороны Мазлокин только исходя из его показаний, полностью игнорируя видеозапись. Вот мои дополнения такие. Леонид Игорь, я вам объясняю о том, что заявление об отместивании вы указали о том, что прости ознакомиться с материалами жалобы, номер 3-2-10-94-2024. С материалом проверки КОСП вы отдельно не знакомились. Это не материал жалобы, это отдельный материал проверки. Я не просил знакомиться с материалами жалобы. Я подопротился к секретарю, или помощник, я не знаю, кто-то секретарь, скорее всего. Я просил, скажу, хочу знакомиться с материалами дела. Я так понимаю, что КОРСП тоже входит в материалы дела. Материалы жалобы, КОРСП? Я не говорил про жалобы, материалы дела. У вас написано в заявлении, прошу предоставить невозможность знакомиться с материалом 3.200-94.00024. Я спросил, что указать, какое дело. И мне сказали, продиктовали мне, я писал вот этот вот номер. Понятно, что я же хотел ознакомиться со всем. Вы понимаете, что смысл ознакомления с дела, это понять полностью, ознакомиться с всеми материалами дела, а не выборочами. Что указали, всем вас не ознакомили? Меня ввели в заблуждение, уважаемые ваши сотрудники. Присаживайтесь в мнение, у кого вы оказались в обзоре? Я знаю, полагаю, что необходимо ознакомить. Судебное заседание облияет цепь и уделки, у них 15 минут, так и степень не будет. Вознакомившись с материалами КОРСП, я еще раз убедился в том, что не то, что убедился, а в том, что у меня причина физическая боль. Потому что, действительно, из объяснений Мазокина подтверждается, что он давал неправдивые показания, которые легли в основу постановления. Следовательно, следователь Неболсиным, мне причина физическая боль в виде ушиба галинастопа. И, следовательно, следователь Неболсиным, я считаю, что нележащим образом проверку, дал оценку данным обстоятельством и принял, на мой взгляд, незаконное постановление. Прошу постановление отменить. Прошу постановление отменить. 76-30 мая 2024 года, где указано, что повреждение Лакжаева образовалось ситуацию по предметам, расценивается как повреждение, не причинившее беда стороне. Вместе с тем, анализированы делы проверки, а именно, объяснение свидетелей, протоколы сбора видеозаписи. На стиле он установлено, что в действиях сотрудника ДПС Мазокина какие-либо нарушения отсутствуют. Ссыл служебных маномочий он не принесет. Физическая боль Бакшаева возникла по обречению неосторожного действия Мазокина. На основании сложного полагаю, что жалоба Бакшаева за удовлетворение не подлежит. Мне все очень. Суд принадлежит отслужение и комфортное принадлежение на решение в 14.30. Когда вас Мазокин пнет, посмотрим, как вы себя будете в этом случае вести. Складывается ощущение, что сейчас в России всей черноте Донкард Бланш говорить и действовать, и мы видим, что кто-то этим с удовольствием пользуется, находясь на свободе и при исполнении.